Здравствуйте, любители винограда! Рада приветствовать вас на нашем канале! Сегодня у нас 15 августа, виноград вот красиво созревает, вот это у нас зилга, там начинает розоветь красотка, там дальше лора. Все вроде бы красиво и хорошо, но в сегодняшнем видео будем говорить не про урожай. В сегодняшнем видео я вам покажу недуг винограда, с которым мы столкнулись. Итак, смотрите, то есть ягоды созревают, уже в принципе их можно пробовать. Ну, конечно, еще надо повисеть, набрать сахара, хорошенько, но уже нет кислоты, то есть пробовать понемножку можно. И вот смотрите, что мы видим в этой зеленой массе. Увидающий побег. Вдруг, резко, без причины, здесь смотрите дальше. Увидающий побег. И даже не один. Я сейчас подниму камеру выше, там по верхушкам будет видно. Вот эти у нас еще они неделю приблизительно так увядают. Перед этим мы 2 или 3 побега вырезали буквально за один день. То есть один день я прохожу, у меня все зеленое красиво, на следующий день раз уже все обявшее. При этом, казалось бы, все хорошо, нет никаких причин, нет повреждений. Ягоды висят. И, конечно, очень обильно в тот момент, когда урожай еще бы чуть-чуть повисеть, он будет готов. Случается вот такое. Ну, а теперь расскажу, почему так происходит и как с этим бороться. Немножко углубимся в физиологию растения. Вообще происходит вот это само явление. Оно называется сухорукавность. Бывает двух типов. Физиологическое и из-за болезней. Грибковое заболевание поражает, но это не наш случай, наш случай физиологический. Потому что грибковое нетипично для нашей местности. Ну и, в принципе, там тогда будет видно, тем более, что у нас обработки все были проведены. И грибковое видно по стволикам. А тут на стволах ничего абсолютно не происходит. Но вот появляется такое увядание. Так вот, а происходит это все из-за нестабильной зимы. Зимой, когда случается оттепель, у растений идут определенные сигналы. И начинают идти определенные физиологические процессы. Я не буду вдаваться в подробности, что, как, куда, в чего превращается. Но потом приходит опять холод. И все эти процессы замирают. Вот так происходит накапливание определенных веществ, того же крахмала. Опять же, я же говорю, никому эти подробности сильно не нужны. И немножко там все закупоривается. Этот эффект накапливается, скажем так. У наших соседей, допустим, в Украине, если это явление появляется, оно появляется гораздо раньше. Это может быть конец мая, июнь, но очень редко середина июля. Но если учесть, что у них и урожай появляется гораздо раньше, я думаю, что сейчас они уже приблизительно все снимают. То есть у нас это проявляется позже. И оно может проявляться, например, во время цветения, либо после цветения. Видите, у нас уже проявилось тогда, когда созревает урожай. И, конечно, сейчас очень обидно, но все понятно и логично, потому что ягода требует питания усиленного. И, соответственно, вот эти вот закупорки, они и проявляют себя. Дальше вопрос, что с этим делать? А ничего. К сожалению, ничего вы не сделаете. Сейчас вариант только вырезать эти ветки. И все. Но вот этот кост, он у нас довольно старый. Он довольно старый относительно остальных. Ему, наверное, лет 7 или 8. Теперь обратите внимание, вот старая древесина. И рукава, на которых вот это происходит, я сейчас приближу. Смотрите, вот они толстые, вот они отходят два. От толстого ствола, который загнут. Видите? И вот именно на вот этих вот побегах, вот там был один, от него отошли два. Пошли, пошли, пошли. И вот от них идут эти ветки. То есть вот более молодые ветки, смотрите, пошли на ту плоскость шпальеры. И вот с той стороны шпальеры я сейчас обойду, покажу. Вот, смотрите, здесь ничего нет, не было. Здесь все зеленое, красивое. И ничем не повреждаемое, пышет здоровьем. Соответственно, какой есть метод борьбы вот с таким недугом. То есть когда вот эта вся красота случилась, делать что-то уже поздно. Делать надо было раньше. Но для избежания вот такой вот вещи, понятно, что от всего не застрахуешься. Рукава надо менять. И мы понимаем, что вот этот вот старый, старый загнутый рукав, просто надо удалить. Вообще тут у нас переформировка будет. В принципе, этот куст у нас полностью пойдет под удаление. Уже отсажен другой, и он будет расти в другом месте. Но, то есть если бы он у нас был здесь на постоянке, мы бы просто убрали полностью весь рукав. Вот этот вот большой, старый, чтобы ничего от него не было. И понятно, что никаких плодоносных ветвей на следующий год в продолжении этих рукавов мы оставлять не будем. Мы просто заменим другими. Вот и все. И, соответственно, совет, что просто иногда вот эти самые рукава менять и выращивать молодые. Понятно, что да, виноград, особенно некоторые сорта, они отзывчивы на старую древесину. Все-то хорошо, но, видите, иногда возникают вот такие вот нюансы. И, казалось бы, вроде зима была не такая уж и плохая, довольно мягкая. Но, тем не менее, вот эти эффекты накапливаются. И, конечно, тоже вот потом вот так вот очень жалко, когда случается. Потому что вот-вот она уже ягода. Вот он висит урожай, а мы его, собственно, теряем как раз в тот момент, когда ему осталось совсем чуть-чуть. Казалось бы, последний шажок. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение. Вам хороших урожаев. Конечно, желаю, чтобы на ваших виноградниках вот таких явлений никогда не появлялось. Но, тем не менее, теперь вы хотя бы знаете, как этого можно избежать. Поэтому вам удачи и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok